Вот такой мистер Блейд Ферден, достойный продолжитель ножей из серии Хемнес и Конвер. Ссылки активно в описании. А на этом все. Всем пока и до встречи в сети. Было? Давай сворачиваться. Где у меня шапочка? Сначала ты из машины выходишь нормально. Так, слушай, давай-ка чайку бахнем. А что, есть взял? Да. У меня еще и колбаска есть с хлебушком. Давай перекусим заодно. Давай, давай. Раскакова я вам камеру сверну. О, а что за нож? Что-то новое? Да, нож. Новый нож прислали. Мангуст называется. Что дай это бежать. Не, ну слушай, так вот, да. Да, прикольненько. А в черном G10 не бывает? Блин, это ж ногсы, они же всегда в двух цветах делают. Ходишь в черном, пожалуйста, вот тебе черный G10. Развлекайся, выбирай. Не, ну вот они молодцы-то. Последнее время мутят, хорошо? Ноксы вообще мутят, да. Им бы, слушай, еще будут питанчика добавить. Тимаскусы бы, да еще? Да, да, да. Тимаскусы с СКФ попадаться бы смогли, наверное. Ну, может быть, может быть. Слушай, а вот Wave, знаешь, блин, реально, по-моему, на карманчик бы и с Wave. Тактикульчины, да, больше хочется? Да, да, да. Прям совсем тактикульно было бы. Сань, ну это ШНОКС. Ну это ШНОКС, хочешь Wave, пожалуйста, на тебе с Wave. Бля, ну вот черти, а? Ты что мутят-то? Слушай, а что мы про них еще никому не рассказывали? Ну сейчас расскажем, причем, ну есть, хочешь с Wave, есть также черный, есть с Пески, вам, пожалуйста, он тебе Wave, все положено тоже. Блин, я не знаю свой новый нож на кармане. Так, давай-ка это. Ну да, сначала обзор. Ладно, давай так, мы колбаску с Лебушком дорежем, перекусим, и раз пошла такая пьянка, давай тогда я, наверное, подробнее расскажу про этот нож тебе и ребятам заодно. Так что, поели и поехали. Давай начнем. Субтитры сделал DimaTorzok На, Саша, кушай, а я пошел ролик записывать. Некогда мне отвлекаться. Паха! Ты где? Под какой-то березой. Ног действительно последнее время не перестает удивлять. Мангуст. Классный варан. Сверхопулярный майор, который, блин, рекорды по продажам бьет. Сейчас Мангуст. И вот я прям вангую, что Мангуст станет одним из лидеров по продажам в двадцатом году у Ноксов. И вот почему. Дизайн, материалы, качество исполнения, эргономика и, что немаловажно, цена. Именно пять этих критериев идеально совмещаются в Мангусте, и именно они дадут большую популярность этому ножу в двадцатом году. Давайте поговорим подробнее о каждом из этих пунктов. Дизайн. Дизайнером Мангуста является бессменный дизайнер Нокса Александр Бирюков. И давайте сделаем небольшое лирическое отступление. Для начала, вообще, чтобы никого не запутать, нож называется не Мангуст, а Мангуст 2, а тот, который с вейбом Мангуст 2С. Но я буду называть их просто Мангустом, так воспринимается легче. Справедливости ради надо отметить, что это не первый Мангуст Нокса, у них еще был Мангуст М и Мангуст Н. Но, честно говоря, мне вам даже показывать их стыдно. Ну, в общем, ладно, вот. Ну, согласитесь, такое себе исполнение, дизайн, но, ладно, сейчас не об этом. А вообще, знаете, я давно хотел с вами немножко подкровенничать на тему Нокса. Знаете, еще где-то годик назад Нокс я воспринимал как такая дикая китайщина с очень посредственным дизайном. Если я кого-то обижу, сразу же прошу прощения, это всего лишь мое субъективное мнение. Ну, вот у меня как-то вот такое мнение сложилось в свое время о Ноксах. И последний годик я за ними особо не следил, ну, типа, Нокс и Нокс, и ладно, хрен бы с ним. А вот примерно год назад, ну, у меня начало очень сильно меняться. Они стали делать очень классные дизайны, они стали очень много уделять внимания качеству. И, скажу честно, мне даже как-то стыдно стало за то, что я раньше о них думал как-то, ну, не очень. Более того, и мнение на живой аудитории изменилось. Если раньше выходил какой-нибудь ролик на канале, ну, про какой-нибудь не очень популярный дешевый нож, большая часть писала такие, ну, вот, все, канал скатился, ты бы еще Нокса обозревать начал. А вот сейчас все поменялось. И как только выходит какой-нибудь ролик с Ноксом, все такие, ну, Нокс, что-то интересное, что-то новое и недорогое, что очень важно. Вот примерно какие-то такие настроения. Я думаю, что это связано в первую очередь с дизайнами от Александра Бирюкова, которые в последнее время просто фонтанируют какими-то совершенно интересными техническими решениями. Ну, и прямо скажем, качество ножей Нокса очень сильно выросло. Ну, а давайте все-таки вернемся к нашему Мангуста. Нож Мангуст является достойным продолжителем техно-серии Александра Бирюкова. В эту серию также вошли нож Варан, Аватар, но вот Мангуст, на мой взгляд, это однозначно будущий лидер данной серии. Продолжая тему дизайна, Мангуст. Немного странное название для столь брутального ножа, подумал я впервые, взяв его в руки. Оказывается, вот именно так, по мнению Александра Бирюкова, Мангуст, вот тот самый пушистый зверек, изгибает спину во время своего атакующего прыжка. И вообще, надо сказать, Мангусты, хоть и миленькие, на первый взгляд, зверьки, но они достаточно серьезные бойцы с таким неплохим прокачанным скиллсом ловцов-змей. Помните рассказ Киплинга Рикки Тикитави, в котором отважный Мангуст дрался с кобрами? Этим, в общем-то, и прославился этот пушистый зверек. И, например, в Индии Мангустов очень часто заводят как домашних животных в качестве охранника и ловцов-змей и грызунов, которые поселяются в домах. Наш Мангуст не менее крут. За счет очень грамотного ворнклифа нож дает великолепное усилие реза приходящегося на острие клинка. При этом, это не излишне загнутый ворн, и нож может неплохо выполнять не только режущие, но и колющие задачи. Раз уж мы начали с клинка, то отмечу, что на всех Мангустах используется D2 сталь. А ломанные формы обуха, фальш-лезвие и голомень подчеркивают принадлежность ножа к дизайну из серии Техно. Кстати, про обух. В нем есть некое углубление, которое замечательно укладывается в большой палец при агрессивном силовом резе. Либо указательны для выполнения ножом более деликатных работ. Метод открывания клинка – флиппер. Традиционное для современных Ноксов легкое нажатие на плавник из 102-мм клинок готов к работе. На флиппере есть насечка, но, правда, она не особо нужна, так как палец на нее не так сильно и попадает. А попадает он больше на угол плавника флиппера. Посмотрев на это со стороны, я был уверен, что пальцу будет некомфортно нажимать флиппер, опускаясь на вот этот угол. Но нет, видимо, сказывается слишком хорошая механика. И здесь это простительно, но, ребята из Нокса, на будущее, обратите внимание, может быть, на другой конструкции ножа это будет не так удачно. Возможно, имеет смысл флиппер перевернуть, чтобы палец укладывался на вот этот скос, и тогда будет чуть удобнее. Но, в общем, вам виднее, просто имейте в виду. Фиксируется клинок внушительным замком Liner Lock, толщина которого, ну, не менее пары миллиметров. Лайнер мягкий, комфортный, имеет насечку под палец и снятую фаску по всей грани. А в рукояти сделана выемка, чтобы нож было комфортнее закрывать. Во внутренних лайнерах есть солидные выборки для облегчения конструкции ножа. Но все же нож пушинкой не является. Весит он 176 грамм. Накладки рукояти G10. Насечка на них не грубая, хотя внешне так и не скажешь. Но, поверьте, дискомфорта при удержании ножа никакого не возникает. Ну и раз пошла тема эргономики. Нож очень комфортно. Можно держать вот таким молоточным хватом. Пистолетным. Не знаю, зачем это надо, но можно. Можно держать клинком к себе. Обратным хватом. Все очень удобно. Ну, разве что вот таким хватом не очень удобно. Но не знаю, кому такой хват вообще будет нужен. Бэкспейсер с небольшой насечкой. Темлячное отверстие. Переставляемое на обе стороны клипса. Естественно, только для ношения ножа в положении tip up. То есть клинком вверх. Все это создает ножу законченный внешний вид и максимальный функционал. А теперь давайте препарируем этого мангуста и посмотрим на его внутренности. Для того, чтобы снять клинок нам достаточно обычной отвертки. А вот для полного разбора все же понадобится отвертка под торкс. too сто колокольчикeste. Для того, чтобы снять золь пол McGee бать там под тормозной перерwał ее. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сер culture. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Лент decisенbil. вот мы сделали неполную разборку ножа mangus 2 вы видите что у нас используются подшипниковые шайбы что естественно очень хорошо это дает хорошую механику ножом также и интересная конструкция что вы в принципе можете снять плашку g10 но при этом у вас нож все еще будет собран и он будет держаться если вы уберете плашку только за счет осевого то что он до этого вы видели сейчас мы соберем это обратно ну и далее вот такой толщины у нас лайнер дальше разбирать уже не буду я думаю что этого достаточно на камеру все будет хорошо видно осталось пожалуй последнее это удобство ношения ножа на кармане и его извлечение тут сразу стоит отметить нож достаточно крупный если вы предпочитаете не чувствовать нож на кармане то эта модель не для вас если же у поклонник мощных и надежных складней the mangus то что вам нужно с посадкой извлечением с кармана нет никаких проблем клипса отрабатывает на 5 баллов и вот тут стоит вспомнить про еще одну модификацию мангуста про которую мы говорили в начале видео мангуст 2c и все что я говорил ранее касаемо второго мангуста совершенно справедливо применимо и к модели 2c за исключением двух небольших отличий первое это немного измененная геометрия клинка плюс отверстие в его голомене которое я честно не понимаю зачем нужно только ради дизайна как по мне открывать нож с помощью отверстия чертовски неудобно зато у этой модификации есть wave wave нет это не открывашка пивных бутылок хотя возможно это будет довольно удобно это в первую очередь быстрое открывание ножа в моменте извлечения с кармана наша любимая тактикульчина в остальном у этих ножей отличий нет и так самое главное цена вот цена этого ножа она наверное одна из самых конкурентоспособных среди подобных ножей в классе мощных фолдеров если ножи от других компаний вот в таком форм-факторе мощные складни будут стоить примерно от 6000 до где-то 8 9000 то мангуст стоит всего 4 это очень круто но я сейчас говорю про ножи от российских компаний которые с производством в китае то есть вот примерно вот одноклассники этого ножа блин этот нож просто обязан быть лидером продаж двадцатого года я в этом уверен на все сто процентов теперь ребята мы традиционно с вами обязаны поговорить о минусах ну вот давайте так чтобы я хотел получить от такого ножа я бы хотел сделать будет чуть более тонкую рукоять завернуть ее в какой-нибудь титанчик ну и маркировки вот эти вот вы знаете я не люблю когда вот крупно на клинке что-то написано я бы по обуху аккуратненько написал мангуст 2c и маленькую гравировку стали бы поставил на голамини d2 вот на мой взгляд этого было бы достаточно с другой стороны если бы это был титан и вот эти все сложные гравировки потому что но лазером нанести на обухе гравировку сложнее чем все-таки на голамини это нужно каждую ножичек выставлять и уменьшить толщину и там появился бы фрейм согласитесь это было бы уже совершенно другая модель и вряд ли бы она стоила 4000 рублей здесь можно 4000 что здесь еще говорить а если говорить про качество удобство эргономику и вот механику все остальное но ребят я правда я не знаю почему еще прикопаться более того два этих ножа у меня уже наши операторы чуть не отжали а это ли не показатель их классности но все-таки наша работа связана с тем что через нас проходит постоянно очень много ножей но парни запали именно на мангустов в описании традиционно будут ссылки на все вариации мангустов мой вердикт нож более чем достойны за просто потрясающую цену и внимание обратить стоит однозначно на этом все всем пока и до встречи в сети